Олег родился в богатой семье и с раннего возраста был приучен к роскоши. Мальчик воспитывался отцом, так как мать скончалась, когда ребенку было всего 8 лет. Владимир Иванович старался сделать все, чтобы его единственный наследник никогда ни в чем не нуждался. Он покупал парню брендовую одежду, дорогие гаджеты и нанимал лучших преподавателей, чтобы молодой человек получил достойное воспитание. После смерти супруги Владимир Иванович замкнулся в себе и с головой ушел в работу. У него не оставалось никаких сил, чтобы активно заниматься воспитанием ребенка, поэтому он старался всячески от него откупиться. Дорогие покупки и отсутствие всякой нужды были единственным проявлением внимания со стороны отца. Владимир Иванович старался самостоятельно решать все дела, ведь он уже не раз сталкивался с предательством со стороны близких людей. В молодости мужчина служил в армии и поддерживал связь с некоторыми приятелями. Окончив службу, он приложил все свои усилия к тому, чтобы добиться успехов. Свои интересы ему приходилось отстаивать огромной ценой, а порой и ценой собственного здоровья. В 90-х было особенно сложно. Бандиты пытались отобрать бизнес у Владимира Ивановича, но он смог отстоять свое детище. После смерти любимой супруги здоровье мужчины резко подкосилось. Он стал часто страдать от головных болей и повышенного давления. Он устал не только от постоянных нервов, но также от поведения собственного наследника. Молодой человек прекрасно давал понять отцу, что на него совершенно нельзя положиться. Вместо помощи и опоры Олег стал головной болью для Владимира Ивановича. Он не работал ни дня в своей жизни, считая, что все необходимое ему даст отец. В пятничный вечер Олег перебрался спиртными напитками и устроил дебош в супермаркете. Его поведение было неадекватным. Молодой человек грубил продавщицы, а когда охранник попросил его удалиться, Олег стал на него бросаться. Затем он принялся бегать по магазину, громко смеясь над мужчиной, пытающимся его догнать. Однако молодой человек не учел своего состояния и влетел в витрину. В результате были побиты бутылки дорогих напитков. Молодой человек взял в руку одну из разбитых бутылок и начал угрожать сотрудникам магазина, призывая их отойти подальше. Лишь только наряд полиции смог утихомирить разбушевавшегося мажора, после чего о данном происшествии было доложено его отцу. Владимиру Ивановичу пришлось выплатить владельцу магазина материальный ущерб, а также компенсацию за моральный вред продавщице и охраннику. Как оказалось позже, кто-то заснял на камеру устроенный с сыном миллионера Дебош и выложил его в интернет. Знакомые партнеры Владимира Ивановича узнали об этом происшествии и начали активно обсуждать поведение его наследника. Мужчина готов был провалиться сквозь землю от стыда. Он понял, что парня необходимо взять под контроль. Владимир Иванович мечтал перевоспитать своего отпрыска, только никак не мог найти способ, как это сделать. Однажды мужчина вернулся из офиса не в самом приятном расположении духа. Владимир Иванович планировал отправиться в свой кабинет, но тут услышал телефонный звонок. Как оказалось, с ним решил связаться сослуживец Николай. Мужчина решил продолжить свою карьеру военным и дослужился до подполковника ВДВ. В данный момент мужчина был уже в отставке. Но он гордился полученными орденами и парадной формой. Несмотря на то, что Николай служил в боевых точках, его характер нельзя было назвать серьезным и жестким. Он любил пошутить, что с удовольствием и делал, позвонив своему приятелю. Мужчина признался, что узнал о поведении сына своего товарища и решил ему помощь предложить. Он прекрасно понимал, что у бизнесмена нет времени на перевоспитание наследника. Именно поэтому он решил взять инициативу в свои руки. Николай признался, что сейчас живет в деревне. Он нуждается в крепком помощнике. Поэтому будет совсем не против, если Владимир Иванович согласится отправить в так называемую ссылку своего сына. На следующее утро мужчина поднял Олега в ранний час и приказал ему собираться. Молодой человек не сомневался, что отец хочет его отправить на курорт. Так было уже не раз, поэтому парень стал активно укладывать в чемодан свои вещи. Отец притворился, что они действительно скоро окажутся у теплого океана. Владимир Иванович уже предвкушал, каково будет удивление парня, когда тот приедет в деревню. Олег уставился на отца, когда увидел, куда тот его привез. Он тут же начал просить водителя развернуть автомобиль, но мужчина был непреклонен. Владимир Иванович распорядился доставить молодого человека именно в эту самую деревню. Он здорово просчитался, когда думал, что в ближайшее время сядет на самолет, а немного позже будет загорать на берегу океана. Мужчина в упор посмотрел на своего наследника и обратился к нему с особенной твердостью в голосе. Он сообщил молодому человеку, что тому необходимо провести несколько месяцев в деревне. Если его поведение полностью устроит приятеля Николая, то парень сможет вернуться к своей обычной жизни. В противном случае он попрощается со всеми привилегиями. Николай накрыл стол и начал демонстрировать гостям свое богатое хозяйство. Молодой человек сразу понял, что ему придется очень несладко в деревне. Однако другого выхода у него не было. Настрой отца был более чем решительный. Когда Владимир Иванович уехал, у Олега началась совершенно другая жизнь. Каждый день ему приходилось вставать в 6 утра и заниматься хозяйством. Николай не собирался церемониться с молодым человеком. За любую провинность тут же следовало наказание в виде болезненной оплеухи. Каждый день Олегу предстояло заниматься зарядкой, а также бегать более 10 километров. Он никогда в своей жизни столько времени не уделял спорту, но теперь приходилось выполнять все требования военного. Молодой человек побаивался огромного и крепкого друга отца, поэтому в спор не бросался. Мобильный телефон Олегу выдавался только лишь в вечернее время. Днем избалованному мажору необходимо было усердно заниматься спортом и вести хозяйство военного. Уже через несколько дней к бегу и легкой зарядке присоединились подтягивания и отжимания. Парень чувствовал себя униженным и оскорбленным, но совсем не хотел сдаваться. Каждый раз он задумывался о том, как соберет вещи и сбежит из этого дома. Однако что-то его останавливало. Еще через пару недель Николай заявил о том, что Олегу необходимо заняться поливом и сбором урожая. Это уже не пугало молодого человека, ведь он стал потихоньку привыкать к усердной работе. Парень осознал, что данное испытание является победой над ним самим. Он начал активно проявлять интерес к занятию спортом, а также старался идеально выполнить все требования Николая. Прожив целый месяц у военного, Олег научился вставать без будильника. Он быстро собирался и шел на улицу, чтобы продемонстрировать все свои успехи в спорте. Затем молодой человек без указки выполнял все домашние дела. Неожиданно для самого себя он перестал видеть Николая врага. В один из вечеров парень даже сел с мужчиной за общий стол и разговаривался по душам. Военный начал рассказывать байки о военном прошлом, доверившись молодому человеку. Он даже не постеснялся поведать историю о своей первой любви и о крепкой дружбе с его отцом Владимиром Ивановичем. В ответ парень только улыбался и внимательно впитывал всю информацию. Ему было приятно, что мужчина пожелал раскрыться. В ответ молодой человек разоткровенничался. Он признался ему в том, что уже давно хранит обиды на своего отца. А все потому, что тот уделяет ему слишком мало времени. Олегу всегда не хватало внимания со стороны Владимира Ивановича. Но тот замечал только лишь работу. Военный тяжело вздохнул в ответ, поняв причины поведения сына своего приятеля. На следующий день молодой человек вернулся домой в ссадинах. Как оказалось, он заступился за местную девушку Оксану, до которой стали домогаться наглые мажоры, каким совсем еще недавно был сам Олег. Ему удалось защитить красавицу. Они испытали друг другу взаимную симпатию. А через полгода парень сделал возлюбленное предложение. Бывший мажор был безумно благодарен военному за то, что тот сделал из него настоящего мужчину и пригласил на свою свадьбу в качестве главного гостя.